Утки Скукотища. Ну так выключи телевизор. Пульт слишком далеко. А еще шипучка есть? У тебя же 6 банок стоит перед носом. Первый глоток шипучки самый пузырчатый. Ладно, спросим у горничной. Ну вот телефон съел. Придется покупать новый. Так заряди его. Да, все равно этому уже 3 месяца. Мусор, мы богачи. Я в прошлый раз говорил, что Вилина говорит на детдом. Я был не прав. Дилина говорит сейчас на детдом. Попался. Думал я покрываю свое досье блестками для красоты. Мне больше интересно, как у него вся ладонь покрылась блестками. Он же не полным хватом ее держал. И да, блестки работают только в одну сторону. На полночку они не действуют. Честь быть здесь, Зигзаг. А нас ждет долгий, славный, трудовой денек. Спасибо, что взял нас на работу, но я вспомнил, что дома не сходил в туалет. О, а я покажу, где у вас туалеты. Мне знаете, что интересно? Куда делся Билли? На протяжении всей серии все заняты, кроме него. Любой человек может ворваться на важное заседание компании. Я смотрю, Винту захотелось найти новую работу. Стол в кабинете, то ли охренеть какой длинный, то ли охренеть какой маленький. Ориентир на эмблему. И главный вопрос на повестке дня. Неоправданные расходы, подлежащие сокращению. Неоправданные? Я скруч МакДак. Я не потрачу ни пенни сверх необходимого. Здесь сказано, вы потратили 15 миллионов долларов на магическую защиту. Начинаем считать противоположности. Полное собрание перувианских карт. Невидимые тексты добрались и до уток. Ес! Класс! Круч припас аварийный дайм! Но как вы объясните расход в 5000 долларов на бархатную подушку для дайма? Нашли, блин, до чего докопаться. До 5000 долларов. Не, я знаю, что все начинается с мелочи. Ну, многомиллиарды компания, можно было на это глаза закрыть. Монета достойна личной бархатной подушки. Заветный 10-ти центовик. Первая заработанная мной монета. Да, кстати, если под стеклом находится ненастоящий дайм, зачем столько тратить на фейк? Стой, 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 стой. 57 этаж, где кнопок 30? Да ладно! Учитывая, что тот поход по лестнице будет не единичный, Диле должен был проснуться уже в больнице. Между кадрами на двери меняется замок. Вагонеток с монетами то ли много, то ли мало. Ну, в принципе, как и у со столом. Должен быть способ попроще, глупцы. Они еще пожалеют, что отвергли тебя. Цинь! Вот так вот. Подумаешь, какого-то шалопая примагнитила к автобусу. Ты куда нажимаешь? Ты и так находишься на L, куда еще ниже. Кто меня покарает? Скрудь? Правительство? Союз единорогов? Я? Чего? О, вот еще один, кто решил загреметь под статью. Глядик нашел! Отлично, при... То есть ты вернул ему дайм с целью, чтобы потом отжать? Искусственный, да. Интеллект, нет. Ты дешевка. Ладно, Крекфастер оставим. Но винт разболтайло... Спасибо вам за пустые страницы. Просто аплодирую стоя. Пустая трата денег. Кто это сказал? Разболтайло? Один из гениальнейших умов всех времен. Упрямая железка. Я ученый, ты машина. Пока не отключил, выполняй приказ. Слова противоположны. Дубль два. Хранилище необходимо. Скрудж на полном серьезе не услышал все то, что снаружи сотворила лампочка? Похоже, старость берет свое. Я загну страницу! Так что назад! Что вам известно про маму? Так прочти про нее сам. Это оно! Жизнь и описание Деллы Дак. Совпадение? Не думаю. Зачем они это прячут? Надо показать Билли и Дилли. Стой! Что это? Скрудж, я взяла копье селены. Прости, Делла. Что она взяла? И за что прости? Так она предала мистера Скруджа? Я понимаю, это сложно. Но давайте соображать логически. Если Делла предала Скруджа, почему письмо в рамке? Секунду. Робот есть. Винт. Проект Авантюра. Четверо детей столько вещей разбросало по пляжу, но сила сценария решила за них прибраться. А Билли так вообще смотрит в пустую карту. Письма в бутылке то ли держатся друг дружке, то ли нормально так рассредоточены. А пропажа предметов никогда не закончится. У Лины куда-то пропали А4. Бросьте в бак вторсырье. Кто-то не понял смысла игры. Я только одного не понял. Откуда пробка в бутылке взялась? Хочешь со взрывом? По-особому. Конечно хочу. Энни, твой выход. Отбой. Маме Лелу с этими больше не связываться, забыли? Из-за нее меня задержали. Сюда ведите. В нашей противоположности дубль три. Бау! Вот и шок. Любим. Никогда не забудем. Всегда в наших сердцах. А вот как запускают вентиляторы. Сделали бы ремикс. Любезные, какая встреча? И где на старых складах? Мы с сестрички Гавс, приемные дочки Ма, приехали из-за океана. А Ма что, была за океаном? Вас только это волнует? А ничего, что они утки. Ты где была? Мы тебя обыскались. Вот почему нормальные люди с телефонами ходят, чтобы не искать по всему городу хрен пойми где. Вы что, типа тройняшки одинаковые? Ха, вот и нет. Каждый из нас уникален. Обычно мы не говорим хором. Это ненормально. Все, замолчали. Авто-электростеклоподъемник. Серьезно? Все. Синхронисты. Мы все делаем одновременно. Вы так волновались, что бросили ее на пляже и пропали на 4 часа? Мы заблудились. Где заблудились? В трех соснах. А если точнее, то на пляже. Итак, у нас есть компас, полупустая фляжка, три банановые кожуры. Стоп, как три? Кто съел мой банан? Я всегда заедаю стресс, а это стрессовая ситуация. Это непонятная ситуация. Ты умудрился как-то по-тихому съесть банан. Надо спасать ее! Вызываем дядю Скруша, миссис Клюдио и пару танков. Да некогда! Ведь лучший план это отсутствие плана. Импровизация свое дело знает. Живет надеждами. Веревка на запястьях поночки быстро свалила нахрен из сериала. И могилы плен холодной ты покинь на зло Макдаком! Тетя Магика? Порядок. Порядок? То есть у тебя был план? Надежда на то, что Поночка обнаружит письмо в бутылке? Надежда на то, что тебя не прихлопнут и не отправят на кладбище? И последняя надежда, что все-таки Поночка с тобой подружится? Не слишком ли много надежд? Спасибо, клоун. Если б даже люди-кроты существовали, зачем им нападать в душе? Вода течет, все скользкое. Можно запросто упасть. Полный бред. Да что с вами такое? Ведь на афише написано. Основано на реальной истории. А таким не гениальным пиар-ходом режиссеры не боятся, что банкротятся, если они врут в лицо своим зрителям? Это деловой подход. Может предупредить взрослых до того, как погрузиться в темный заброшенный туннель? Мы пошли гулять. Не можете нас не ждать. Другое дело. Другое дело. Сами себя выстрелили в колено. Молодцы. Теперь мы уже не можем не пойти. А можете? Разворот на 180, идите домой. Какое доказательство? Потерты стены? Я также могу сказать, что это динозавры сделали. Ни на одном из вагонов нету вмятин от Терофермиан. На звезде ли получается? Похоже, мы выберемся отсюда только на поезде. Или пойти пешочком. Я молчу про черные ходы, потому что я не знаю схемы метро. Те подземные толчки на самом деле восстание. Его поднял тайный принц Терофермиан. Большие игры, отвлекающие маневр от штурма цитадели. Здесь все наглядно показано. Кто твой источник? Откуда ты все это знаешь? Нарочно такую хрень не придумаешь. Землетрясение от сдвига тектонических плит. Но кто сдвигает плиты, Билли? Кто сдвигает плиты? Кто сдвигает? Природа. Фильм 2012, посмотри. Зигзаг. Ты решил, что я крот чудовище? Что? Нет, да ты что? Мой лучший друг превратился в чудовище. Дубль 4. Но это камень, а не Теро Ерунда. Обычный камень, который пропал. И сразу дубль 5. С ним могло случиться что угодно. Мог укатиться. Подняться из впадины и укатиться. Вы мне лучше расскажите, как вы не увидели и не услышали этот булыжник, который сам сбежал. Все выжили. Брось ее, Лина. Она тебе не поверит и не подпустит к ним. Оставь ее и скроемся отсюда. Ведь ничто так не объединяет, как похороны родственника. Это точно укрепит узы дружбы поночки Лины. Спасение за секунду до смерти. И ты этого желаешь что ли? Да ты мазохист похуже меня. Кто знает что там? Мы знаем что там. Теро фермиане. Если это они, какие испытания ждут меня там? Что-то ты не задавался этим вопросом, когда шел искать Атлантиду. Что сейчас тебя сподвигло на этот вопрос? Грамм золотого сверчка. Раз в 50 лет на закате золотой сверчок исполняет свою дивную песню. Говорят, в ней скрыт ответ на величайшие загадки мироздания. Кто мы? Каково наше место во вселенной? И обо всем этом можно узнать через золотого кузнечика. Да от жены информации больше получишь. Он такой обаяшка и юморной. И самый везучий на свете. На видеоряде говорит один дилли, на аудио вся троица. Ах, дядя Дональд, наверное, было здорово расти вместе с ним. Ха, 20 долларов. Добль 6. Эй, да ладно, дядя Дональд тоже крутой. С каких пор противоположности перейдет как обувь в каждом комплекте по паре? Ничего не понимаю. Где тут выход? Вы уже забыли, как вышли к номеру? Блин, у деда реально деменция. Сколько миллионов литров в день вы тратите на глупое... В доисторические времена вся планета Земля... Этот выпуск побьет амфибию уже восьмой дубль. Ёбаный верон! Все это подвесили. Я прекрасно понимаю, что Дональд самый невезучий. Но с этим шариком уже явно перебор. А это колесо фортуны случайно банк не ограбило? Или может быть там проводку подожгла? Нет. Вы совсем? Нет. Вы совсем? Нет. Надо было сказать людям, что неудача не равно тупизм. Какие 27 пальцев? Простите, сэр. Но у нас аппетит только на приключения и... Это у вас фонтан из шоколада! Я все записываю. Девятый дубль. Угловой стол на рецепшене резко превратился в нормальный. А Дональд силой сценария или силой слепоты умудряется переодеться в матроску между хадрами. Я не сказал, что я пленник и поэтому позвал вас на помощь. Что? Почему сразу не сказал? Потому что я бы узнал. Филише второстепенный герой тот еще мудак. Наши герои находятся либо на карте Джокера, либо на карте, отдаленная, похожа на даму. Ха! 20 долларов! Откуда они взялись там? Ты решил сломать четвертую стену и обратиться ко мне? Я-то откуда знаю? Не было их там. Жаб, Глэдстоун проиграл Дональду. Так что теперь Дональд самый везучий на планете. Вам бы надо забрать его. Да, только одна победа и всех его проигрышей ничего не стоит. Да, это план Скруджа. Но Юли Хай должен был сразу догадаться. Глэдстоун, который находится рядом с Додальдом, куда-то пропал. Что с тобой? Эээ, так, в гостях был. Ничего себе, ты на часок слетал к подруге. Ты только минут 15 должен был искать, куда приземлиться. Мне надо избавиться от яхты из-за налогов. Отдам ее тебе за 20 долларов. Глэдстоун в игре, детка! А чему ты вообще радуешься? Ну купишь ты яхту. Налоги-то тебе придется платить. Все, можем лететь. На чем? На парашюте? А то с самолетом все, кранты. Вы в гляделки играете? Какие же это тут вам гляделки? Это... Отличная попытка, МакДак. Эти гляделки как-то странно работают. В них ты можешь спокойно моргать, при этом у тебя почему-то красные глаза. Простите, это зона Дагбургского клуба миллиардеров только для избранных. Тогда почему вы их впустили сюда? Скажешь, не заметили? Богатые перцы? Запустил. Извини. Ты кто? Серьезно? Марк Клювс. Основатель и гендир Вадла. В ближайшем будущем член Дагбургского клуба миллиардеров. И Скрудж, и Глонгальд не знают про нового миллиардера. Все ветераны должны знать про будущих новичков. Аниматоры забыли, как у Клювза должен быть расположен телефон. Не, ну с такой скоростью доходов ты должен был минут через пять стать новым миллиардером. Я все оплачу через три года. Зачем? Статую можно собрать и забесплатно. Продолжайте делать деньги. Увидимся через два миллиона долларов и более. Извини меня, конечно, но через полтора миллиона. А с твоей скоростью, опять же, через миллион. Задний фон у Билли и Уилли меняется между кадрами. Ха, вот-вот стану миллиардером. А ты еще не стал? С такой-то скоростью? Не, я больше на этом зацикливаться не буду. Между кадрами у Глонгольда появляется коробка из-под пиццы. Ну откуда мне знать, что кнопка включить и выключить одна и та же? Ааа, телефон, монитор, компьютер. Я ничего не хочу говорить про слепоту. Он действительно слепой. Я буду в тренде еще долго. Салфи с похитителем. Я смотрю этому агенту 47, плевать, засветится он в интернете или нет. Ну, чтоб потом полиция не приехала. Его мир начнет разваливаться, и Клювс проклянет тот день, когда услышал имя Флинхарта Глонгольда. Клише «Гроза» всегда бьет в эпичный момент. Ух ты, шикарный бривкейс в моем скромном рабочем пространстве. Мне нравится, прикид, ты мой новый вице-президент по креативу. За что? За бривкейс? У мистера Биста таких полно, ты совсем с ума сошел? Ты вице-президент, покажи мне проект ТАДА. Он вице-президент 5 минут. Как он тебе должен показать этот проект? Приготовьтесь увидеть мое величайшее изобретение. Как? Ничего. Я устроил хайп вокруг фальшивки. В компанию вложились, бабах, и я миллиардер. Да, только когда инвесторы узнают, что они вложили в воздух, акции твоей компании так упадут, что ты миллионером станешь. Привет, какой-то, я звоню заказчику. Слушаю. Ты издеваешься надо мной? Зачем меня нанимать, чтобы я украл то, чего не существует? Чтобы сказать, что проект ТАДА был украден, а деньги он бы оставил себе. И опять же, проект украли, деньги свои никто не получит, акции снова упадут, и снова ты станешь миллионером. Ход конем против самого себя. Спасение за секунду до смерти. Ха! Тут, похоже, миллионов двадцать! Почему миллионов двадцать? Почему не десять тысяч, не пятьдесят тысяч? Почему именно миллионов двадцать? У меня лицо, как утюг. И ушло. Серьезно? Это твой план? Кому интересно, что он уже набрал тысячи лайков? Десятый дубль, все еще есть шанс. Что? Нет, нет, я не смогу дарить его! А не пофиг ли, разобьется телефон или нет? Ты же в аккаунт заходишь. Я искал ее десятилетия и... Зигзаг! Так, а вот появления из воздуха в этом выпуске еще не было. Последняя из утраченных пирамид. Что, блядь? Бедные детки, небось, дрожат там от страха? Ха-ха-ха! Тащи, тащи, ты сможешь! Бунтуйте! Зачем? У нас есть еда, вода, чистые бинты в счет оплаты, добрый и милостивый полубог. Что есть снаружи, чего у нас нет? Молчу про свободу, свобода есть свобода. Как насчет, эээ, солнца, например? Не хотите чувствовать лучи солнца на лице? Не. Нет? А это тогда что было? Секунду! Вы не можете этого сделать, потому что у меня есть виская причина, и она в том, что... Сперва вы должны провести надлежащий ритуал. А я не вижу ни инструментов, ни книги мертвых. Чтобы скинуть в яму с копьями, нужен ритуал? Я знаю, кем были египтяне. Но не для ямы же нужен ритуал. Раз, два, три и четыре. И еще раз. Молодец, Зигзаг. Наконец-то отнесся к делу серьезно. Раз, два, три и четыре. Двенадцать противоположностей чуть-чуть не хватило. А пророчество? А мумия? Подделка. Подделка? Эээ, разве мумию можно сделать подделкой? Этот вопрос больше к древним египтянам. Пророчество! Я знала! Не смогла перевести только последний знак. Он гласит, остерегайтесь тех, кто прогневал тотара, перейдя эту точку. То самое чувство, когда пенсионер смог перевести пророчество, чем древний жрец. Покажем ему! Ты с нами, ты в танцах. И правда, план неудачный, теперь я вижу. Да ну нахуй! Пицца со стороны Дили то ли нет, то ли есть. Хватит появляться из воздуха. А знаете, на самом деле совсем неплохо. Да! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok